Всем привет! Меня зовут Инесса. Добро пожаловать на мой канал. В этом видео я бы хотела с вами поделиться своими творческими и швейными планами. Первое, что хотела бы сказать, то что на своем канале я не только хочу снимать про шитье и про моду, поэтому я понемножку буду какие-то внедрять другие темы. Из швейного, что я хочу сшить в ближайшее время, это будет спортивный лифт, спортивный топ, спортивный бюстье, я не знаю как правильно это назвать, сейчас вот здесь покажу где-нибудь на картинке. Также хочу очень сшить для своего ребенка и возможно кто-то из вас, если у вас есть дети либо внуки, вы можете сшить развивающуюся игрушку для своего ребенка своими руками. Я планирую сшить его как кубик и на каждую из сторон из кубика я хочу нашить какие-то интересные развивающиеся вещи. Замок, например, чтобы ребеночек учился уже застегивать молнию. Можно сделать петли с пуговичками, чтобы учился ребенок застегиваться сам. Но это вот такой вот возраст, я думаю от 2,5 года до 4, такая игрушка будет очень интересна и актуальна. Также планирую показать вам конструирование юбки по системе Любокс. Также хочу сделать конструирование намазника, если у вас есть знакомые, которые совершают намаз, или вы же сами. Я вот хочу показать не как вот у нас носят платье и капюшон какой-то, чтобы совершать намаз. Намазник они его называют. Я хочу показать немножко, как здесь в Тунисе совершают намаз, какую одежду одевают. Очень интересно, удобно будет. Это будет юбка и такая большая штука на голову одевать, как химар. Ну, что-то немножко другое. Вот. И вот я вам покажу, как ее сшить. Планирую также делать переделки вещей. Допустим, как из футболки сделать сарафанчик для ребенка, либо какие-то штанишки. Просто бывает иногда то, что хорошая вещь, но, к сожалению, где-то вот пятно будет стоять, либо где-то вот дырочка может маленькая появиться. Но качество ткани будет очень даже такое достойное. Ну и жалко такие вот вещи выкидывать. Поэтому я за то, чтобы делать переделки. И уже я сделала классный, бомбезный просто сарафанчик для своей дочурки. Сняла я поэтапно, как это все сшить и сделать. Но, увы, еще не смонтировала. Нет у меня достаточно времени на то, чтобы сидеть, вот, монтировать. На монтаж в целом уходит, честно, полдня. Это и 4, и 5 часов, может быть. Иногда и 6, если длинное видео. Кажется, знаете, так, что быстро делаешь видео и все быстро-быстро-быстро. На самом деле это очень тяжело. Потому что нужно склеивать разные там моменты, накладывать музыку, картинки какие-то вставлять. На YouTube, чтобы вот это вот описание делать, тоже как бы время занимает. Еще хочу, кстати, снять видео про YouTube, про развитие канала. Я думаю, для тех, кто снимает видео на YouTube, кто на меня подписан, им будет достаточно интересно послушать это. Потому что набирать подписчиков, это не очень такое простое дело, чтобы на тебя человек заинтересовался и подписался. Вот у меня даже есть какие-то такие видео, которые уже набрали сейчас 2000 просмотров. Люди ставят лайки, но при этом не подписываются. Ну вот как-то хотелось немножко поговорить про YouTube. Также хотела снять видео про нашего казахстанского певца Димаша Кудайбергена. Сейчас это вообще просто взрывает YouTube. Все снимают реакции. Это очень популярно. И есть у меня из подписчиков, кто не знаком с этим певцом. И как-то больше бы хотелось нашего казахского нести в наручу, снимать влоги, какие-то достопримечательности Туниса, про жизнь в Тунисе. Хочу снимать разбор стилей разных блогеров, которые очень уже популярны, либо которые популярны в Инстаграме. Очень много какой-то информации ты знаешь, и хочется делиться с ней, с окружающими. И я очень довольна от такая сейчас возможность снимать для вас видео, общаться с вами. Спасибо вам за то, что вы комментируете мои видео. Спасибо, что у вас возникают какие-то вопросы. Что вы подписываетесь не только в YouTube на меня, но и в Инстаграме, и ВКонтакте. Мне очень приятно. Спасибо вам большое. Так что будем снимать больше, будем работать больше, будем называть наши каналы вместе. У вас остались какие-то вопросы, пишите мне в комментариях. Предлагайте мне свои темы, на которые я могла бы снять для вас видео. Какие вам темы будут интересны. Поддержите меня лайком, поделитесь со своими друзьями. Если кому-то из перечисленного то, что я сказала, что я хочу снимать, будет интересна эта тема. Всем пока-пока. Продолжение следует...